МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это новости нашего города. Меня зовут Оксана Балун. Здравствуйте. И вот некоторые темы выпуска. Последний год за школьной партой в субботу в городских школах прозвенел прощальный звонок, а сегодня выпускники сдавали первый госэкзамен. Контрольная закупка или ловля на живца, участковые, госавтоинспекторы и представители служб такси устроили облаву нелегальным бомбилом. И чем кормят авиапассажиров? Натуральные ли продукты предлагают в обедах? Итак, сегодня выпускники 11-х классов по всей России сдали первый единый государственный экзамен, обязательный ГГ по русскому языку. Экзаменационная работа состояла из трех частей. В первой – 30 заданий. Каждому из них даны четыре варианта ответа, только один из которых правильный. Вторая часть содержит 8 заданий, ответы которым нужно сформулировать самостоятельно. И третья представляет собой небольшую письменную работу по тексту. Особенностью этого года является заранее установленное минимальное количество баллов по всем предметам. По русскому языку нужно набрать не менее 36. А пока школьники готовились сдавать экзамены, мошенники изобрели новый способ наживы. Одна из самых популярных услуг в интернете. Сегодня помощь на ЕГЭ. Злоумышленники утверждают, что владеют ответами к государственному экзамену и с радостью готовы поделиться ответами со школьниками. Тут же подробная инструкция о том, как незаметно пронести мобильник, как сфотографировать в бланк и куда отправить фото. Конечно, все это за деньги. Цена зависит от предмета, баллов и скорости оплаты. К примеру, английский язык на 50 баллов стоит 6 тысяч рублей, на 80-100 баллов – 30 тысяч. Деньги надо перевести заранее. И это не случайно. Ведь получить их мошенникам важно быстрее, чем настанет время экзамена. Добавлю только, что все предлагаемые мошенниками уловки наблюдателям за ЕГЭ известны. Они уверяют, что ни пронести мобильный, ни уж тем более сделать фото во время сдачи экзамена не получится. И советуют не тратить деньги впустую, а лучше лишний раз повторить предмет. Ну а прежде чем у 11-ти классников началась череда выпускных экзаменов в школах, для них прозвенел последний звонок. Торжественные мероприятия прошли во всех образовательных учреждениях города. В этом году «До свидания» в школе сказали более 700 ноябрьских мальчишек и девчонок. Из них 25 претендуют на золотые медали. Все ли претенденты их получат, покажут результаты ЕГЭ, к которому слово в ноябрьске в этом году допущены все выпускники без исключения. Большинство россиян планируют провести лето дома или на даче. Те, кто собирается путешествовать, намерены потратить и на отдых немногим больше, чем год назад. Всероссийский центр изучения общественного мнения представил данные о том, какой отдых предпочитают россияне и как они планируют провести нынешний летний отпуск. Итак, летом 45% опрошенных намерены остаться дома. Каждый пятый собирается отдыхать на даче. Реже у респондентов есть планы отправиться путешествовать в другие города России. Это 11%, за границу 9%. Те, кто летом останется дома, склонны объяснять это нехваткой средств на поездку. Это 47% от числа опрошенных. Менее актуальны такие причины, как отсутствие отпуска из-за загруженности на работе, состояние здоровья, а также семейные обстоятельства и отсутствие желания ехать куда-либо. Достаточно много людей, которые отправляются в отпуск, оказываются на борту самолета. В полете пассажирам предлагают напитки и обед. По убеждению многих, это еда синтетическая, приготовленная с помощью различных консервантов. В преддверии летних отпусков корреспонденты РИА Новости посетили цех бортового питания и ознакомились со всем производственным циклом приготовления комплексных обедов. Так вот, они выяснили, что при производстве бортового питания используются свежие продукты. Наборы комплектуются непосредственно перед вылетом. В меню используется большой ассортимент овощей и зелени. Салаты присутствуют практически в любом из вариантов комплексных наборов. Каждую емкость с салатом, мясной, сырной нарезкой и булочкой отдельно оборачивают пленкой. Упакованные комплексные обеды складываются в контейнеры, которые пломбируются, проходят досмотр службы авиационной безопасности и доставляются непосредственно на борт воздушного судна. И что очень важно, производство бортового питания организовано с учетом всех санитарных правил и норм, а также в соответствии с международными стандартами системы контроля качества. До конца мая медикам должны вернуть то, что недоплачивали последние пять месяцев. Этого потребовал премьер Медведев. Острая ситуация с зарплатами возникла после того, как Минздрав решил платить зарплаты по новой схеме. В результате получилось, что с 2013 года во многих регионах медики стали получать меньше из-за того, что чиновники вовремя не успели подготовить весь пакет документов. Премьер дал неделю срока разобраться с зарплатами врачей и все исправить его, цитирует Первый канал. Привлечь в здравоохранение действительно знающих добросовестных людей может только нормальная достойная оплата труда. Решения на эту тему приняты, они должны исполняться. Есть позитивные результаты, есть и проблемы. В первом квартале текущего года почти в трети регионов уменьшился фонд оплаты труда работников участковой службы. Все это из-за того, что вовремя не были приняты нормативные документы. Обращаюсь к руководителям региональных органов здравоохранения. Необходимо здесь порядок навести и выплаты восстановить до конца мая. Тех, кто не сделал того, что нужно, привлечь к ответственности. Подчеркнул Дмитрий Медведев. Только в таком союзе участковые, патруль ДПС и представители диспетчерских служб такси можно противостоять нелегальным и завозчикам на городских дорогах. Чтобы потеснить бомбил, в выходные они устроили контрольную закупку или ловлю на живца. Каким был улов и почему нелегалам быть выгоднее в специальном репортаже Ирины Потехиной. Просто знакомый подвозил. Знакомый, вот знакомый ваш. Вот этот знакомый говорит, что он вас не знает. Данный рейс ваш был оплачен. То есть вы осуществляете перевозку пассажиров в коммерческих целях? У вас есть лицензия на данный вид деятельности? Вот так, кого не останови, подвез знакомых, деньги не брал и вообще никогда не таксую. Доказать, что поездка в автомобиле была не дружеской помощью, а платной услугой, могут только пассажиры, которые отдали водителю деньги. Но зачастую, говорят полицейские, терять время люди не хотят. А потому бомбилы спокойно возвращаются на точку и ждут следующих клиентов. В сказку объяснения для полицейских и журналистов они даже не вносят никакого разнообразия. Зачем? Ведь и так срабатывает. Ну, а если вдруг случается осечка, в ход идет еще одна домашняя заготовка. Мол, не виноватый я. Клиент сам деньги положил. Дим, деньги платил? Да. Какой-то? А что, сколько заплатил? Я не знаю, положил 100 рублей. А что, часто так кладут? А? От доброты душевной? Да, конечно. И часто так кладут у нас деньги в городе. За красивые глаза вам положили? Наверное. Далее все как один сетуют на сложную жизнь, маленькие зарплаты и высокие цены. Еще излюбленное утверждение, что извозом занимаются только в свободное от основной работы время. Поэтому устраиваться в диспетчерскую службу такси, то есть соблюдать хоть какие-то законные рамки смысла нет. Между тем, таких вот подработчиков среди таксующих братьев в городе абсолютное большинство. Приблизительно вот в городе около тысячи таксистов где-то вот, около тысячи плюс-минус там 200 человек, то есть волнообразно они плавают. Ну и считайте, что 300 человек только на сегодняшний день оформились. То есть это, скажем так, одна пятая даже будет. Ну да, одна четвертая оформилась легально. А остальные в тени находятся. Сегодня в тень уходят и те водители, кто поначалу поверил в 69-й федеральный закон о такси. Когда он был принят в 2011 году со скрипом, медленно, но люди начали открывать индивидуальное предпринимательство и работать, отчисляя деньги в пенсионный фонд и налоговую инспекцию. Прошло полтора года и время показало. Те, кто просто выезжал на линию и работал чисто на себя, по всем статьям оказались в выигрыше. Мы считали, что первый год, первый год легально, если ты оформился, ты по сравнению с нелегалом в среднем 80 тысяч теряешь за год. 80 тысяч. Сейчас получается, что пока честный водитель оформляет документы и стоит в очереди к медику, бомбила, зарабатывает деньги. И наказание за это фактически не несет. По данным полиции, на сегодня в ноябрьске за незаконную предпринимательскую деятельность оштрафован всего один нелегальный извозчик на 2000 рублей. Максимальная сумма штрафа за это правонарушение 5 тысяч, но и эти деньги, говорят специалисты, просто смехотворны по сравнению с теми, что за какое-либо нарушение придется заплатить диспетчерской службе или тому же таксисту с лицензией. Сегодня была контрольная закупка проведена. Штраф, если взять соизмерять на предпринимателя, который будет работать у нас с вами вполне официально, легально, какой штраф. И штраф, как на физическое лицо. Это, ну, в районе 10 раз пляшут. Поэтому, как вы думаете, куда пойдут люди? Последним аргументом для того, чтобы перейти на сторону нелегальной рабочей силы, для многих официальных таксистов стало недавнее повышение выплат по страховым взносам. Они увеличились раза в два и одновременно увеличился поток людей, которые закрывают индивидуальную предпринимательскую деятельность. К тому же, регулярно отслеживать, в каком статусе человек выехал на линию, в общем-то, некому. Если раньше, говорят полицейские, в городском ОВД был целый отдел, который занимался правонарушениями по части административного кодекса, то сегодня это фактически еще одна задача для участковых инспекторов. А когда на таксистах ничего тяжелее забытых в авто сотовых телефонов не числится, вряд ли в правоохранительных органах на них будут обращать особое внимание. За исключением таких вот рейдов с подсадной уткой, когда добыча сама в руки едет. Исходя из численности полиции на сегодняшний день, да, и задачи-то есть разного плана, очень много обязанностей на полицию, в том числе по административному законодательству проставляются. Приоритеты, какие направления более важны, какие не важны. Эта проблема сейчас обозначилась там остро. Сейчас будем заниматься этой проблемой. Ну, не упускать извиты и другие, понимаете. И последнее. Представители диспетчерских служб, которые пытаются втиснуть работу городских такси в законные рамки, уверяют, что такие рейды на регулярной основе почти единственная действенная мера воздействия на нелегалов. А их минут за 30 легким движением руки добровольные помощники остановили не меньше десятка. Ирина Потехина, Григорий Куруптев, новости нашего города. Более тысячи водителей привлечены к административной ответственности. Таковы итоги работы госавтоинспекторов за минувшую неделю. Причем, об этом говорит статистика, чаще всего водители игнорируют пешеходов, а более сотни раз они предоставлено преимущество. Сами пешеходы тоже отличились примерно столько же раз, нарушили правила дорожного движения. А вот 20 водителей, по всей видимости, будут лишены водительских прав. 15 из них сели за руль пьяными, еще 6 отказались пройти медосвидетельствование. Ну а далее информация в фотоснимках от жителей города. Их люди подготовили для рубрики «Новости наших горожан». Итак, речь идет об огромных кучах мусора, которые образовались в районе дачного поселка Мечта. И чего здесь только нет – куски шифера, картонные коробки и даже проржавевшие вагончики. Кроме того, автор снимков разглядел здесь и целую кучу асфальта. Видимо, дорожное покрытие здесь нужнее, чем на городских дорогах. Продолжим после блока спортивных новостей. Зенит сыграл с Амкаром. Встреча с синебелоголубых с пермяками прошла при переполненных трибунах. Отмечу, Зенит после победы ЦСКА утратил теоретические шансы на первое место, но остался недосягаем для преследователей и во второй раз в своей истории завоевал серебряные медали. А для Амкара решался вопрос, останется ли он в премьер-лиге. Встреча завершилась со счетом 0-0. По словам главного тренера Зенита Лолчано с Полетти матч был сложным. На это повлияли искусственное поле и сильная жара. Напомню, тренерский штаб питерской команды выставил на игру полуосновной состав. По разным причинам на поле не оказалась Халка, Денисова, Данни и Широкова. И в завершение выпуска вернемся к одному из главных событий минувших выходных – последнему звонку. Слезы радости и горечи от расставания с любимой школой, благодарность педагогам и самый долгожданный и волнительный последний звонок. Все это в видеозарисовке нашего телеоператора Григория Куроптева. ПЕСНЯ 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 Учитель, який наседан И на сегодня это все. Прогноз погоды через несколько секунд. Я желаю вам всего хорошего и до свидания. Партнер программы – магазин «Потис Антверса», торговый центр «Клубника». Когда есть надежный ориентир, путь становится проще. Когда знаешь, что ты не один, дорога кажется короче. На любой АЗС «Газпромнефть» по всей России вы найдете качественный бензин и качественный сервис, чтобы двигаться дальше с новым запасом сил. Сеть АЗС «Газпромнефть». Надежный ориентир. 28 мая в Салехарде переменная облачность. Ветер северный до 7 метров в секунду. Температура плюс 3 градуса. В Муравленко снег с дождем. Ветер северный до 8 метров в секунду. Температура 1 градус ниже нуля. В ноябрьский паспорно возможен снег с дождем. Ветер северный до 7 метров в секунду. Температура минус 1 градус.